Приветствую вас и вы написали два основных момента. Первый момент связан с тем, что у мамы, за которую вы боитесь, у мамы мужа сломан с шейковидрат. И второй момент, который вы пишете, это то, что вы за нее боитесь. Вот это вот не совсем понятно. Дело в том, что физическая травма далеко не всегда влияет на психическое здоровье. И прежде чем говорить вам, что делать, нужно определить. А травма, которую получила мама мужа, является ли она причиной того, что у нее есть некоторые проблемы с психическим здоровьем, которые позволяют вам за нее бояться и не говорить ей такое важное событие. Не говорить ей о том, что по сути ее супруг умер. То есть, по сути, вопрос, который я вам задаю, звучит так, что позволяет вам предполагать, что сообщение женщине о смерти ее супруга как-то как-то слишком сильно, патально, негативно на ней отразится. То есть, понятно, что это будет удар. Понятно, что это будет боль. Понятно, что это будет страдания. Это все понятно. Но почему вы именно за нее боитесь? Чего вы боитесь? Что может с ней произойти, если она сейчас летит в больницу под присмотром врачей и как бы максимально обеспеченного в уходе? Это первый вопрос. И вот в зависимости от ответа на него и стоит координировать свои действия. И стоит формировать план этих действий. Если психическое здоровье вашей мамы нестабильное и вы знаете, что она может что-то с собой сделать, например, или попытаться что-то с собой сделать. Или, например, ее эмоциональный фон постоянно меняется и вы не знаете, к чему может привести такое сообщение. Тогда, конечно же, говорить не стоит. Пока. Пока она не успокоится. Пока не выровняется ее эмоциональный фон. Пока она не сможет более или менее адекватно воспринимать происходящее. Дальше. Если психическое здоровье у человека в порядке и она отдает себе отсчет в том, что делает, в том, что думает, как поступает и так далее, полностью осознает себя. Что тогда сказать нужно обязательно, потому что в противном случае она не просит вам того, что вы от нее утаили, ну, такое воистину печальное, грустное, трагичное событие. Для нее это будет означать предательство. И она не воспримет ваши слова относительно того, что вы хотели ее защитить соответствующим образом, потому что это принятие для нее решения. Она же человек взрослый и, по сути, вы не считались с ней, например, с ее мыслями, с ее желаниями и так далее. А это неправильно. Для человека это унизительно. То есть, сперва определяем состояние ее психического здоровья, причины вашего страха и после этого координируем ваши деятельности. На этом все. Надеюсь, что помогут вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Богicos. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...